всем привет мы проходим от римхана и игра вылетела где-то 40 минут наверное я потерял геймплея записи но я успел сохраниться перед боссом на котором я вылетел так сейчас будем травить босса наверно погнали уничтожили бета-коннекторы чудо прицепился к этим гребаным кольцам крас вы хотели принять решение относительно колец тогда когда на станет подходящая обстановка она настала сейчас не до этого именно сейчас до этого товарищ майор потом будет поздно до какого хрена ты до меня докопался х раз вокруг трупы это безумный доктор шизгранаты убила штока чтобы отсюда выйти нужно прорваться через роботов какие нахрен кольца хватит называть их кольцами майор научитесь уже наконец думать прежде они после это бета-коннектор и посредством которых два робота убийцы будут полностью выведены из-под чего-либо контроля за исключением своего кровожадного хозяина там мало смертей какого еще нахрен кровожадного хозяина кольца у меня я не собираюсь надевать их ни на каких долбанных роботов и долго не у вас пробудут как вы считаете майор сколько пробудут столько и пробудут время еще есть времени больше нет очнитесь процедура ассимиляции головы петрова запущена вскоре сеченов вернет роботов стандартное состояние и вас отзовут как только вы прибудете к сеченову кольца у вас изымут да с хрена все что попадает в ваш инвентарь записывается моих лог файлах я не могу их стереть доступ есть только у сеченова первое что он сделает это ознакомиться с ними ему нужны эти бета-коннектор и да они похоже всем нужны зачем неужели все хотят себе личных роботов убийц а вы подумайте майор кто именно интересовался бета-коннекторами сеченов со своими стальными близняшками что хаузен правой рукой под халим сеченова баба зина секретный двойной агент непонятной принадлежности или может вы хотите исполнить последнюю волю усопшего петрова и отдать бета-коннектор и филатова тогда заплатите для нее сразу ящик с гранатами чтобы картина была полна да что происходит тут нормальные вообще есть как видите кроме нас никого кому бы не попали бета-коннектор и дальнейшее развитие событий неизбежно приведет к новой крови и новым смертям кольца необходимо уничтожить пока еще не стало слишком поздно пока еще не стало хруст а Продолжение следует... 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 подтяжка. Не так уж плохо. Я тоже когда-то думала именно так. Но реальность оказалась совсем иной. Управлять можно будет не только роботами. Сеченов сможет управлять всем, что является частью коллектива. Коллектив — это колоссальное зло. Это даже хуже, чем просто рабство. Ерунда. Обычная субординация. Только распространенная на виртуальную сеть. Что в этом такого ужасного? Пойдем, сам все увидишь. Спрашиваю еще. Где мы? Это Академия Последствий. Память и аналитический центр предприятия. Главный архив. Здесь изучают работу всех комплексов, делают выводы и прогнозируют сетку вероятностей. Ближе к делу. В Академии много интересных отделов. Например, радио Будущего. Математически совмещая последовательность коротких волн и сигналов, удалось узнать, какую музыку и песни будут слушать через 50, даже 80 лет. Но есть тут и очень особенный отдел. Поведенческая психология полимеризированных субъектов. Считается, что это добровольцы, но... Меньше слов, больше дела. И чтобы без гранаты, тому подобных выходок. Дернешься как-нибудь не так, убью без предупреждения. Как хочешь. Пошли. Тратить время не буду. Веди. Пошли. Пошли. Ну что, готов? Отключить поляризацию! Это что еще за сумасшедший дом? Кладбище Разова. Добровольцы, с которых начиналась нейросеть, коллектив. Первые экспериментальные группы погибли полностью. Тридцатая сошла с ума. Семьдесят третья покончила с собой. Сотая друг с другом. Двести четвертая сама успешная. Все выжили. Их сознание находится в вымышленном мире. Мы называем его Лимбо. А тело тут под полным моим контролем. Хочешь им что-нибудь приказать? Зачем? Чтобы убедиться, что я не вру. Ладно, пусть встанут в одну шеренгу. Еще? Вон тот толстый, пусть попрыгает, ему полезно. А только он? А пусть прыгают все. У нас же коммунистическое общество. Прыгают, мать их, все! Дикость какая. Что за дерьмо вот тут устроим? Блять. Несчастные люди. Нет. А вот тут ты не прав. С химической точки зрения они абсолютно счастливы. Это и есть коллектив. Весь мир станет таким, только в полной версии. Зачем Сечина у толпа идиотов? Хочешь сказать, что он мечтал позабавиться над миром? Все будут бегать голышом и вести себя как животные? Нет. Эффект деградации личности удалось исключить. Память, манера поведения, речь, навыки. Все сохранится. Люди не смогут избежать лишь одного. Полной потери свободы воли. Это надо остановить. Остановить? Виктор пытался. Но ты ему помешал. А теперь, боюсь, уже поздно. Да твой Виктор сошел с ума и убивал людей. Он пытался убедить меня, что Сеченов обучает роботов убивать еще на этапе конструирования. Для чего? Для чего? Для чего Сеченов создал коллектив, как систему управления сознанием? А эти нейроконнекторы? Сеченов хочет поработить мир. Если не понимаешь этого, прости меня, ты просто идиот! Черт. Шеф не может так поступить. Может. Может. И поступит. В понедельник. Мне тяжело поверить в это. Я помогу тебе, чтобы ты там не задумала. Рискнешь пойти против Сеченова? После того, что ты мне показала. Да. Хочу услышать, что он скажет в ответ. П-1, П-2, П-3. П-1, П-2, П-3. П-1, П-2, П-3. Почему ты мне помогла? Может, потому что мне не все равно? Да и не в тебе дело. Ну, или не совсем в тебе. Если ты работала здесь, то почему не пыталась предотвратить это? Я верила, что это будет на благо. На благо всего Союза. А когда поняла, как все на самом деле, нужно было выждать удобного момента. Мы рискнули с Виктором, и вот чем все закончилось. Ладно, проехали. Несмытое мы не выходит из Лимба. Водите нейро-медиаторы. Срочно! Эй, майор. Я нормально. Башка гудит в последнее время. Приступы всякие. Работа нервная, сама понимаешь. Будет не больно, солдат. Ты даже ничего и не вспомнишь. Приступы. Это серьезно. Ну, я нейрохирург, могу помочь, если все хорошо закончится. Да уж не надо. На курорт съезжу пройдет, если все хорошо закончится. Ладно. Слушай, насчет Виктора я... Что? У тебя не было выбора? Ты не мог поступить иначе? Или, может быть, тебе жаль? Что? Мне жаль. А мне нет. Должно быть. Но Виктор... Там по-другому уже бы не вышло. Он... Да и не совсем он это уже был. Я не хочу об этом. Да как-то мне стрёмно среди этих людей. А, ну потерпи. Скоро так будет во всем союзе, а потом и во всем мире. Поглядишь на общество из вот таких, без собственной воли. Знаешь, свобода воли не гарантирует, что человек не будет сволочью. Ты что же, оправдываешь злодеяния? Злодеяния? Какие? Если это добровольцы, то быть здесь, в целом, их личное дело. Меня это не касается. Это чудовищно. Так точно. Хватит. Не доболтовни. Хорошо. Наслаждайся видами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сопротивляйся, любимый. Твою мать, как же достал эту глючную хрень. Ты видишь цветы и пятна перед глазами? При этом нарушается восприятие окружающего мира? Да. Ты знаешь, что это за дерьмо? Это переход в Лимбо. Его невозможно избежать. Как ты сорвал его? Не знаю. Меня словно зовет вон тот кусок полимера. Как большая слеза такая. Вон там над нами, видишь? Там ничего нет. Как нет, если я вижу ее прямо сейчас? Блин, уже не вижу. Это галлюцинативная реакция. Побочный эффект, вызванный перенесенной ТБ операцией. Реакция поврежденного мозга на нейрополимерный имплант. Какой еще нахрен имплант? Сичинов тебе не сказал. То есть ты не знаешь, что с тобой происходит. Храсс! Че у меня с башкой? Ты понимаешь? Майор, я не фиксирую никаких внутренних изменений. Однако ваш полимерный расширитель и восход отчетливо принимают неустановленный поток данных извне. Что это за система? С кем ты говоришь? Хранитель знаний. Искусственный интеллект полимерной перчатки. Не суть. Храсс, ты о чем вообще? Храсс? Да погоди ты. Храсс! Какие данные? Какой расширитель и восход? Полимерный расширитель и восход разработан на основе моих опытов и опытов Димы Сеченова. Чего? Твоих опытов? Ты кто такой, что Сеченов для тебя, Дима? Товарищ майор, все непросто. Я... Храсс! Да холи ты там трещишь? Че, блядь, происходит-то? Майор, в руки себя возьми! Если все, что я думаю, правда, я смогу сейчас получить доступ к архиву, там должны быть записи о тебе. Назовите имя персональный код доступа. Да и бучи и пироги. Неверное имя. Ладно, попробуй взломать. Подожди. Имя Харитон Родионович Захаров. Код Муся? Код принят. Доступ к помещению. Разлокирован. Храсс, старина, ты там как? Молчит? Молчит. Так, а Храсс, это выходит что? Не что, а кто в каком-то смысле. Если очень просто, это профессор Харитон Захаров. Охренеть, как просто. Как это, Захаров? Профессор Захаров занимался разработкой подсистем коллектива и вел исследование модуля, того, что установлено в тебе. Нам сказали, что он провел серию опытов на себе самом. Результат оказался непредсказуемым и плачевным. На себе? Он что, больной? Не был он больным. Захаров был мизантропом. Его интересовала только наука. Думаю, его тело не казалось ему чем-то ценным. Ты говоришь об этом так спокойно? Харитон Родионович для меня умер довольно давно. Я достаточно по нему выплакала. К тому же я ученый, и к смерти мы относимся более спокойно, чем к затуманиванию мозгов. И когда ты поняла, что Храс — это Захаров? Да вот только что и поняла, когда он у тебя выключился. Не знала, что его сознание Сеченов сохранил в твоей перчатке. Храс. По аббревиатуре догадалась. Получается, Храс уже не человек, просто прибор? Не знаю, получается так. С той разницей, что это прибор, основанный на логической системе и опыте одного из самых умных советских ученых. И зачем он Сеченов? Да за тем, что Сеченов никогда не выбрасывает что-то, что может пойти в дело. Ему проще все изменить под свои желания. Полагаю, ты это уже заметил? Забавно то, что, похоже, ты с ним сдружился. Ну, так. Через многое пришлось пройти. Да и я не без чувств. Живой же человек. И он. Был. Как нам пройти дальше? Постоянный доступ в архив есть лишь у небольшой горстки людей. У Сеченова, у Лебедева, директора академии. И как ты мне удачно напомнил, у Захарова. Муся. И что бы мы делали, если бы пароль не подошел? Уверена, ты бы разнес дверь голыми руками. Но он подошел. И теперь архивариус принимает меня за Харитона Родионовича. Нам очень повезло. Мы сможем узнать о тебе все. Идем. Здравствуйте, Харитон Родионович. Какой вопрос вас интересует сегодня? Личное дело. Агент П-3. В архиве найдено 42 аудиозаписи. С какой начнем? Да по барабану, в общем-то. Тогда неси любую. Продолжение следует... 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 Послужило веской причиной взять его в состав Как следствие, было лишь вопросом времени Когда между ним и агентом Блесна Вспыхнут более чем товарищеские чувства Продолжение следует... Вот еще одна На, вот эту включи Воспроизвожу После восстановления характер агента претерпел значительные изменения Модель поведения, паттерны и даже лексикон существенно изменились В связи с этим, мною было принято решение о выводе Плутония из состава спецотряда Аргентум Чтобы исключить всякую возможность рецидива воспоминаний Плутония получил новый позывной П-3 И с того момента находится в моем личном распоряжении и под моим личным наблюдением Контакты П-3 с Аргентумом сведены к минимуму Личный состав Аргентума предупрежден о недопустимости упоминания в присутствии П-3 радиопозывного Блесна Да ёбаный, сейчас ещё принесу Да в смысле? Тебя Сеченов на поводок посадил и распоряжает с тобой как хочет Слышь, подруга, он мне жизнь спас Думаешь, я не знаю, что я подопытный? Работа у меня такая О, доброволец выходит Так а что ж ты тогда нервный такой, м? Подопытный Потому что раньше мне всегда говорили, что со мной делают Давай ещё запись найду Субтитры создавал DimaTorzok 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 Установка импланта Восход позволит обеспечить пациента искусственной памятью и устранить фиксацию сознания на образе погибшей жены Жены? Бред я никогда не был женат Благодаря мозговому импланту Восход мы можем направлять сознание агента в вымышленный мир под кодовым названием Лимба дистанционной подачи импульса напрямую в Гипофиз Таким образом объект по команде переходит в боевой режим Хочу добавить, что я категорически против исполнения. Это какая-то чушь. Блять, этого не может быть. Боюсь, тебе придется в это поверить. Стоит Сеченова нажать на кнопку, и твое сознание отправится в маленький личный рай. А тело? А тело будет убивать всех, кого прикажут. Чертовщина какая-то. А галлюцинация, это что, тоже все Сеченово? Нет. Галлюцинация, это защитная реакция твоего мозга. Да какого хрена я вам всем должен здесь верить? Шеф бы не поступил так со мной никогда. Да, конечно. Например, не стер бы из твоей памяти, что ты был женат. Или не создал бы коллектив, как систему управления сознанием. Да кто сказал, что это именно Сечен? Да вообще не видно, кто в кресле сидит. Не веришь, спроси у него сам. Что ж, на этом заканчивается серия. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии под этим и другими видео, и, конечно же, прожимать колокольчик, чтобы не пропускать будущие видео и стримы. Я надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующих видео. Интрига, все дела. Пока-пока.